Я взяла большой листовой пластик. Как делать отверстия? Просто прекраснейшие растут на этих опорах. Привет! В этом видео мы будем вместе с вами делать опоры, которые набиваются мхом, тотемы, для растения, которые карабкаются по ним вверх и увеличивают лист. Как правило, филодендроны, эпипремнумы, ну и так далее. Все началось с того, что раньше я покупала опоры, для меня идеальные, на озоне. Больше нигде я их не видела. Они меня целиком и полностью устраивали. Вот они. Во-первых, они белые. У меня в помещении с цветами белые стены, и незаполненная часть, не заросшая растениями, так в глаза не бросается. Для меня визуальная составляющая очень важна, поэтому мне важно, чтобы они были белыми. Первое. Второе. Идеальны они для меня тем, что они не со всех сторон сетка. То есть сетка расположена не по кругу, а сзади вот такой листовой пластик. Потому что мой любимый способ поливать растения, это вот такой. Давайте сразу покажу. Я располагаю прямо вот так, горизонтально растение на опоре. И просто поливаю лейкой сверху. Я не знаю, я уже пробовала всякий фитильный капельный полив, ходила без конца с пшиклокой. Мох так хорошо не промачивается при таких способах, как вот так вот. То есть я поливаю прямо сверху сначала опору. Какое-то время я так оставляю, ну минут на пять. Обычно же занимаешься другими еще какими-то растениями. А потом ставлю уже растение и поливаю его в горшке. Именно из-за такого способа полива для меня и важно вот этот вот пластик сзади. И в-третьих, для меня идеальной была их высота. Они 60 сантиметров. То есть на поверхности у меня примерно 50 сантиметров выглядывает. И еще заглублено 10 сантиметров в горшок. Так вот, все было с ними идеально, пока они не пропали из наличия. Я ждала их, ждала. Ждала их, ждала, ждала и ждала, ждала и ждала. В итоге не выдержала и спросила у продавца, когда они будут в наличии. И мне ответили, что в ближайшее время не ожидается. А у меня уже есть растения, которые я берегла для опоры. И еще в списке желаний есть растения, которые я собираюсь приобрести. И они тоже пойдут на опору. Подобных опор в продаже я не нашла, только другого цвета. Мне нужны белые. Для меня это важно, я повторяюсь. Поэтому, так и получается это видео. Я буду делать опоры сама. Здесь сразу оговорюсь, что я училась делать опоры по видео Оксаны. Поэтому иногда я, возможно, буду повторяться. И, в принципе, не могу не поделиться оригиналом. Так что, на всякий случай, и ссылка на ее видео тоже в описании. Итак, что же нам понадобится? Как мы видим на опорах, нам нужна сетка. Нужен пластик, вот этот листовой пластик сзади. И хомуты в цвет сетки. Все эти материалы оказалось не проблемой найти на озоне. Я взяла большой листовой пластик. Его размеры 125 см на 205 см. То есть, метр с копейками на 2 метра. Сетка тоже в рулоне. Моя сетка называлась как садовая сетка. В видео Оксаны она рассказывает, что она также находила по запросу сетка от кротов. Размер моей ячейки 12 на 12 мм. И третье, что нам понадобится, это хомуты. У меня просто белые, обычные 10 см, по-моему, да. Ну, и из инструментов то, чем резать, ножницы. Пластик для меня удобнее всего нарезать канцелярским ножом, резаком. И то, чем мы будем делать отверстия в пластике для того, чтобы скреплять между собой его и сетку. Но обо всем по порядку. В первую очередь я нарезаю пластик. Отмеряю ширину 14 см. Отрезаю сначала по всей длине, а потом еще раз пополам. Потому что у меня ширина пластика 125 см. Мне как раз нужно около 60 см, поэтому пополам. То есть, первая заготовка у нас вот такая. Получается, это спинка опоры. Теперь к пластику. Пластик, естественно, должен быть поуже. Я просто примеряю пластик своим опорам, которые покупала. Чтобы примерно такие же по ширине они получились. Я буду делать примерно 6 клеточек. Не примерно, а 6 клеточек. Нарезаю сначала по нужной ширине. А потом обстригаю все лишнее, чтобы все края были ровные. Получается, с одного боку у меня всегда остаются такие штучки. И сверху опоры. И вторая заготовка у нас получается вот такая. Вот видите, вот здесь со всех сторон ровно. Ну, а снизу я оставила такие штучки. У меня ширина рулона с сеткой 50 см. И, в принципе, для меня этого достаточно. Пластик специально побольше расстояния у него, чем у сеточки. Чтобы заглублять эту часть в горшок. И она держала опору. Смотрите, сеточка должна быть значительно меньше, чем пластик. Для того, чтобы в пластик влезло побольше мха. Вообще, конечно, в целях экономии. Можно сделать это расстояние поменьше. Но опора будет быстрее гораздо просыхать. Меньше держать влагу. И растению будет не так комфортно там оплетаться корнями. В этом случае лучше больше, чем меньше. Чтобы хорошо растения себя чувствовали. Итак, теперь мне нужно отмерить расстояние для того, чтобы сделать отверстие. Тут сразу скажу, как делать отверстие. Вообще, их делают паяльником. Ну, я просто ради эксперимента решила попробовать сделать их дыроколом. И мне понравилось гораздо больше. Он без проблем прокусывает мой пластик. И сама дырочка получается аккуратнее, ровнее. Я изначально отрезала от своего пластика только кусочек и попробовала. Вот отверстие с паяльником. Ну, естественно, подожженные края и аккуратно разрезанное отверстие дыроколом. У меня вот такой. Не знаю, ему уже, наверное, лет 15, если не 20. Он у меня еще со школы и справляется с этой задачей без проблем. Ну, и чем отмечать на пластике, где будут располагаться отверстия? Не бойтесь, пластик всегда приходит с защитной пленкой с двух сторон. Я сначала, получается, отмеряю отверстия, проделываю их. И после этого только снимаю защитную пленку. Смотрите, я пробовала делать крепление и через каждые два квадратика, и через каждые три квадратика. Держится хорошо и так, и так. Поэтому в целях экономии я теперь отмеряю через каждые три. То есть, вот один нарисовала. Раз, два, три, четвертый отмечаю. Раз, два, три, четвертый отмечаю. Теперь делаем отверстия. Я использую только тут, как обычно, два отверстия у дракола для скоросшивателей. Я делаю это одним, одной частью. Вот так подстраиваю свою отметку. Смотрю, чтобы не совсем близко к краю. Вот так, чтобы несколько миллиметров осталось. И на следующую. Для меня это оказался самый удобный, самый быстрый вариант. Видите, аккуратно очень получается. Ну, в принципе, я думаю, что если вы будете делать это паяльником, то все равно из-за креплений будет не очень-то видно, что там какие-то такие ровные отверстия. Просто мне даже, как я вообще начала другие варианты искать, может быть, я бы и не пробовала даже. Все из-за съемок, потому что паяльником мне было неудобно. Так как розетка у меня расположена на полу, ну, как на полу, под столом, я должна была бы располагаться на полу. Это все не очень удобно для съемок. И я, когда делала первые опоры, естественно, за кадром, чтобы уже натренировать руку, начала думать, блин, как же это сделать по-другому. Это что, это все переставляет штатив в камеру просто ради того, чтобы сделать там несколько кадров на полу, как я паяльником сижу жгу. Да и, в принципе, сидеть, жечь паяльником на полу не самое удобное. Итак, я просто решила попробовать дырокол. Вдруг кому-то мне казалось, что он не прокусит пластик, но вообще без проблем. Мне кажется, пластик потолще бы, он тоже прокусил. И теперь последний этап. Скрепляем все это комутами. Вообще, конечно, размещение маховых опор в интерьере, это очень спорная тема. И не всегда далеко это симпатично глазу смотрится, по крайней мере, моему. Я понимаю, что вкусы у всех разные. Но мне вот эти белые опоры очень понравились. И, в принципе, даже если бы у меня было не отдельное помещение с цветами, я бы все равно их использовала. Смотрите, я вставляю хвостик вот так с этой стороны. В общем, мне нужно добиться того, чтобы хвостики смотрели с левой стороны в левую сторону, с правой стороны в правую. И я сразу не совсем до конца затягиваю. То есть оставляю вот так какой-то промежуток, чтобы была возможность выровнять опору, где-то подзатянув, чтобы где-то чуть порасслабленнее было. Но это уже нужно в конце. В принципе, что бы ты ни делал, например, закручиваешь саморезы, всегда же ты не до конца сначала закручиваешь, чтобы максимально ровно это все стало, а в конце уже проходишься по всем, подкручивая их. В принципе, тут та же история. Потому что хомут затягивается, но обратно не растягивается. И если что-то будет не так, вам придется его срезать и ставить новый. Так вот, к опорам в интерьере. Я, в принципе, мало у кого видела, чтобы мне прямо очень нравилось, как это выглядит. И вот как раз у Оксаны, у нее были видео с видеообзором коллекции. И мне очень понравилось, как у нее прямо это в гостиной опоры размещены среди других растений. Очень красиво. А я сначала какое-то время противилась им, потому что, во-первых, мне не попадались видео, где мне нравилось бы, как они выглядят. Я думала, что это только вот эти... Ну, для меня жутковато выглядят вот эти круговые опоры. Там все время эта сетка как-то криво-косо. По кругу расположена, вот, и в ней завернут мох. Сетка, как правило, этого зеленого цвета. Просто это не по моему вкусу. И я как-то ассоциировала раньше опоры только вот с такими. Вот. И когда мне первый раз попалась на озоне вот эта опора, я решилась, потому что, ну, она симпатичная. Подходит мне под белые стены. Я уже сразу представляла, что она будет сливаться. И конкретно филодендроны и эпипремнумы просто прекраснейшие растут на этих опорах. Очень хорошо увеличивают лист, быстро очень врастают. Я здесь забыла одно отверстие сделать. Так, подползаем. Так что, да, мне не остановиться содержать растения на них. Так, мы перешли ко второй стороне. С ней все не так просто, потому что она же у нас гнется. И здесь вставляем сначала первый хомут, потом хомут посередине. И тогда все промежуточные будут вставляться легко. И потом также, когда до середины заполним, ставим хомут в конце. И также промежуточные вставляются легко. Вот так. Первый посередине. Его легко отмерить. У нас же уже вставлены эти хомуты с левой стороны. Просто вот напротив такого же примерно как раз должно быть отверстие. И можно вставлять. То есть тут не нужно отсчитывать ячейки там. И так понятно. Вот теперь он крепит, держит, крепит. Теперь он держит и мы вставляем промежуточные. У меня для этой опоры есть филодендрон со свопа, который я очень хочу поскорее, чтобы он увеличил лист. И посмотреть, что из него получится. Так что его же мы сегодня сразу на нее и посадим. Ё-моё! Друзья, я заболталась и не сняла пленку. Ни с какой вообще стороны защитную. И уже больше половины хомутов вставила. Но думаю, получится и так. Самое, конечно, трудное в такой ситуации это внутренняя сторона. Но ничего, у меня получилось. Что же вы мне не напоминаете-то там свозь, время и расстояние. Хоть бы кто крикнул. И-за! Пленку-то пленку не сняла! Ладно, это называется перекладывание ответственности. Продолжаем скреплять. Так, здесь вот я вставила до середины. Теперь снова вставляю в последнюю, чтобы было легко заполнять промежуточные. Вообще, опоры эти заполняются, можно заполнять не только мхом. Любой какой-то такой пористый материал, который достаточно с крупными фракциями, чтобы не высыпался. Также часто используют кокосовые чипсы, либо смесь кокосовых чипс и мха. Вообще, мне кажется, туда можно заполнить как грунт для орхидей. Это кора крупной фракции, уголь и мох. Ну да, кора это сложнее промачивать. Даже орхидеи же поливают погруженным методом из-за этого, чтобы дольше напиталось. Нет, отмена! Лучше не заполнять корой. Мох вот хорошо, лучше всего воду, конечно, вбирает. Поэтому как-то привычнее им. Сейчас смотрите, вот я заполнила все штучки. И подтягиваю первую левую часть, выпрямляя сетку. Поправляя, выпрямляя более-менее. Не знаю, кстати, как делали вот эти вот покупные опоры, которые я показывала. Но у меня прямо идеально ровно так ни разу не получилось. Сейчас вы увидите, сколько опоры я уже сделала. То ее куда-то косит, то она вот здесь волной идет, а там прямо все чуть-чуть в чуть-чуть. Не знаю, может они там на 3D принтере их печатают каким-то образом. Ну, печатали, раз не появляются они в наличии. Для меня еще оказалось прямо той задачей найти подходящую вот эту сетку наружную. Потому что либо маленькие ячейки, либо не белый цвет. Как-то так было. Мне понравилось именно с крупненькими ячейками. Ну, тут уже комментарии излишни. Берем и режем. Кто тут теперь опорочковый магнат? Вот сколько я сделала с запасом. Я сейчас только увидела и вспомнила. Видео Оксаны, про которое я говорила, по которому я училась, она делала вот такие ножки внизу вот из этого пластика. То есть подрезала. Я делала первую опору только прямо под видео, а потом дальше делала сама. И напрочь об этом забыла. Я думаю, будут стоять и так. Нормально. Вот, ну если что, подрежу прямо здесь. Вот этот филадендрон, название которого я никогда даже не буду пробовать произносить. Его я буду пересаживать в небольшой горшочек. И здесь высоковата опора по, ну вот эту вот часть. Я чуть-чуть подрежу пластик просто снизу. Итак, погнали. Ставим опору. Присыпаем субстратом. У меня это кокосовый субстрат с перлитом. Так, снимаю тут самодельную конструкцию, помощницу из мха. Освобождаю филадендрон. Оп. Придерживая его, продолжаю заполнять субстратом. Грунт я его, как видите, не стряхнула, потому что там тот же самый кокосовый субстрат. Сколько раз я сказала слово субстрат. В общем, там все то же самое. И совсем недавно он был в него посажен. А этот мох, который у него был, тоже отправляется в опору. Мне удобнее всего проталкивать мох не длинной палкой сверху. Я сейчас покажу. Необходимое количество сначала сверху просовываю. Беру маленькую палочку и через вот эти ячейки вот так его продвигаю вниз. Мне так проще. Хотя по классике жанра обычно именно сверху какой-то длинной палкой утрамбовывают. Я всегда заполняю тотем не полностью. Как вы видели, чтобы не заросшая часть, вот эта вот не прикрытая растениями, сливалась максимально со стеной. Понятно, понятно, что ее видно и так. Но по мне так при таком размещении просто выглядит аккуратнее. И к уже заполненной опоре прикрепляю растения. Это нужно ненадолго. Достаточно быстро и филодендроны, и эпиперемномы врастают в опору. Только с эсциндапсусами у меня были сложности. Долго они почему-то не хотели этого делать. Некоторые даже так и не сделали. А с филодендронами таких проблемок нет. Лента у меня тоже белая в цвет опор. И здесь еще добавляю субстрат, чтобы опора покрепче сидела. Здесь это вот за опору. Ну и заодно соберу то, что здесь просыпала. А лента у меня, кстати, я уже где-то говорила в своих видео, не для растений. А просто я искала как лента для крепления проводов. Она из таких же материалов, только не зеленого цвета. Мне просто почему-то раздражает вот этот зеленый цвет, которым делают все для растений. Включая лента такой ядреный зеленый, не травяной вообще ни разу. И для сада тоже любят такой цвет использовать. Вот эти вот сетки как раз-таки делают этим зеленым. Я там не говорю, что этот цвет какой-то плохой. Просто конкретно меня он раздражает. Вот представьте, например, если вас раздражает красный, а все для растений делают красным. Вот, просто чтобы вы меня поняли, что я там, если что, не посягаю. Если вы любите использовать такие зеленые штучки. Вот, у меня поэтому белый. На фоне белой стены это тоже выглядит неплохо. Здесь есть такая как бы жесткая сторона и мягкая. Вот я мягкой располагаю к растению. И когда растение уже врастает в опору, я снимаю. Повторюсь, с филодендронами это происходило очень быстро. Например, Red Emerald. Когда я сажала на опору, я сняла уже вот эти повязки снизу. Уже дня через 4 он уже полностью прямо пророс, крепко держался. Иногда вот по пути он у меня наверху отогнулся. И я первый раз с тех пор его опять закрепила наверху, чтобы он врос. Вообще вот этот весь путь, маршрут снизу, этого даже не было необходимости. Он сам прирастал по мере роста. Но тут почему-то он решил отогнуться и не мог сам дотянуться. Я его пришпилила. Еще поливаю. Поскольку у меня кокосовый субстрат, конечно же у меня здесь не просто вода, а питательная жидкость замешана, назовем ее так. Вода с удобрениями. С замеренным pH и ppm. ppm почему-то так мило звучит. Проливаю и низ, и опору. Чтобы все хорошенечко увлажнилось, подпиталось. И ставлю сюда, к стене. И так, давайте посмотрим. Ну что, выглядит неплохо, по-моему. Понятно, что не точно такая же. Здесь другая сетка, я не смогла такую найти. Возможно, и вправду печатают хотя бы сетку на 3D принтере. Хотя вряд ли. Причем там в магазине еще продавались опоры вот с такими маленькими ячейками. И у меня такое чувство, что вот эта сетка, она идет, видите, часть с большой сеткой, потом будет часть с маленькой. Ну, то есть, какой-то тоже единый кусок, единый рулон. И они делают и такие широкие, и вот такие вот узенькие. Но это только предположение найти я не смогла. Но моя меня тоже устраивает. Видите, про что я говорила? У меня все равно получается кривовато. В сравнении с покупными. И здесь еще прямо идеально проделанное отверстие. Но я все равно довольна. Теперь у меня безграничный, я считаю, запас. И материала еще осталось ого-го. Конечно же, так получается намного выгоднее. Покупала я готовые опоры. Что-то за 500 с лишним рублей. В общем, если округлить, предположим, 600 рублей. А здесь достаточно много материала получилось. Гораздо дешевле себестоимость опоры. Нужно будет задаться вопросом и посчитать, наверное. А возможно и нет. В общем, я еще на всякий случай, если вам нужно что-то конкретное из этого видео, все ссылки на то, что я покупала, на то, что использовала в этом видео, будут в описании. Все, на этом буду прощаться. Надеюсь, вам понравилось это видео. Оно было для вас полезным, интересным. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok